Сегодня изучение переменных действий угол. Поговорим о скалярном случае, когда у нас система всего с одной степенью свободы. Ну и, собственно, постараемся ввести переменные действия угол для каких-нибудь систем с одной степенью свободы. Вот, собственно, об этом речь и будет идти на этой лекции. Итак, начнем. Собственно, что нам нужно построить? Об этом мы в прошлый раз говорили. Мы хотим найти унивалентное каноническое преобразование, которое осуществляет переход к таким переменным от переменных P и Q к таким переменным I и FI. Переменные I называются переменные действия, а FI – переменные угол или угловые переменные. Такие, что, во-первых, старые импульсы и старые координаты являются 2P периодическими функциями переменных угловых. Ну, если уж ты назвался углом, будь добр, изменяйся 2P периодически. Все логично. Значит, FI плюс 2P. Здесь мы говорим о системе с одной степенью свободы, поэтому вот это все меняется на... Ну, переменные I, переменные действия меняются на прямой, принадлежат R1, переменные действия, одна всего она. А угловая переменная меняется 2P периодически, но меняется, соответственно, на окружности. Итак, P от I и FI, Q, соответственно, тоже. И в новых переменных новая функция Гамильтона, функция Гамильтона H с волной, как обычно, мы ее называем. Она зависит только от действия, не зависит от угловой переменной. В этой ситуации уравнения Гамильтона, которые мы пишем, получаются как? Ну, начнем с группы, отвечающей импульсом, то есть действием. И с точкой есть DH с волной по Dφ. И поскольку функция, новая функция Гамильтона, не зависит от угловых переменных, то это ноль. Отсюда следует, что... Что само действие постоянно на траекториях системы. Но это не значит, что вот она константа и все, и по ней нельзя дифференцировать. Можно дифференцировать. Как по параметру? Про дифференцирование интегралов там по параметру вы многое помнится в третьем семестре, зимнем семестре прошлого года много изучали разного материала. Так же и тут. Производная фи с точкой есть DH с волной. Здесь минус должен быть. Я его не указал. Прошу прощения. А вот здесь DH с волной по DI. И в силу предыдущей группы уравнений, понятно, что когда мы берем производную функции, зависящей от I по DI, а потом учитываем, что I постоянно, вот эта величина постоянно. Давайте назовем ее омега-0. То есть, фи меняется равномерно. Вот, собственно, так легко мы интегрируем систему уравнений Гамильтона в такой ситуации. Что же дальше? Как, собственно, дальше построить эти переменные? Мы хотим, чтобы соответствующая замена была унивалентной, с валентностью С равно единице. Ну, собственно, других замен мы здесь и не рассматривали. Предполагаем, что функция Гамильтона не зависит от времени. А это значит, что, что в старых переменных, что в новых, у нас имеется первый интеграл. Сам Гамильтониан является интегралом. Вот такой первый интеграл у нас имеется. Поскольку переменные, старые переменные P и Q меняются 2P периодически, это периодические функции, то можно сказать, что на плоскости переменных P и Q им отвечает замкнутая траектория. И переменные действия угол строятся в окрестности замкнутой траектории. Ну, собственно, давайте немножко об этом поговорим. Что-то из того, что я сегодня буду говорить, было на предыдущей лекции изложено в таком более общем виде для случая одной степени свободы. Ну, где-то это будет выглядеть проще. Ну вот, давайте об этом, обо всем и поговорим. Итак, в прошлый раз мы начали говорить о том, что назвали вот такое множество, множество, множество переменных QP, таких, что H от P и Q есть H. Вот это множество уровень Гамильтониана. Пусть Гамма от H0, замкнутая кривая, лежащая на уровне H0. Ну и будем считать, что справедливо следующее. Дифференциал Гамильтониана на этой кривой, Гамма от H0, отличен от нуля. Вот, собственно, будем рассматривать значения вот эти H, как раз-таки относящиеся, удовлетворяющие вот этому условию. Будем считать, что условие того, что DH не обращается в ноль, дает нам, ну, некую окрестность, некий диапазон изменения, интервал изменения переменной H, в котором мы будем строить переменные действия угол. В общем, в общем случае, я думаю, вот это вот требование, оно сейчас не совсем понятно, как вообще вот этот диапазон находить. При рассмотрении таких примеров более частных, это станет ясно. Так вот, теперь именно вот в этой окрестности от H1 до H2 мы и будем строить переменные действия угла. Здесь может быть неравенство, в том числе и нестрогое. Вот тут уж как получится. Давайте рассмотрим вариант, когда H вот меняется в интервале от H1 до H2. Концы не включены. Можно было бы сразу пример рассмотреть, но не хочется, честно говоря, это делать. Все-таки хочется вам рассказать, ну, о некотором алгоритме, а потом уже реализовать его для простого примера и сказать, вот посмотрите, то, что мы в общем случае одной степени свободы обсуждали, то в данном примере реализуется, вот оно, собственно, вот так. Теперь, допустим, мы нашли канонические переменные действия угол, параметризуем кривую. Вот это замкнутая кривая гамма от H0, движение по ней периодично с некоторым периодом. Так вот, пусть это период, пусть в начальный момент, пусть в начальный момент мы, пусть начальный момент будет моментом t равно 0, в этот момент мы стартуем, начинаем двигаться из некоторой точки этой замкнутой кривой, и в момент tau, t равно tau от H, мы движение заканчиваем в той же точке, из которой двигаться начали. Каждую кривую гамма от H, где H принадлежит вот этому вот интервалу от H1 до H2, будем параметризовывать параметром S, который есть t деленное на tau от H. Тогда очевидно, что S меняется просто от 0 до 1. Просто от 0 до 1. И вот это гамма от H кривая устроена так. это множество точек, так, баланс кубок бы не нарушить, где S принадлежит от 0 до 1. такая параметризация помимо прочего задает ориентацию на этой кривой. Как мы по ней собственно движемся? Это важно. Почему? Ну, потому что если у нас есть замкнутая кривая в пространстве в пространстве P и Q, то надо вот тут Q1, вот тут Q2, так, то, как вы видите, если мы выберем движение, скажем, по часовой стрелке, то при P больше либо равных 0, мы от Q1 до Q2 движемся, а при P меньше либо равных 0, а наоборот от Q2 до Q1. Движение разное. Соответственно, при там вычислении разных интегралов и прочее, 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 вот это все необходимо учитывать. В частности, в выборе, в простановке пределов интегрирования. Например. Так вот, раньше на лекциях вы рассматривали такой относительный интегральный инвариант Пуанкаре и говорили, что он сохраняется. Он выглядел так. Он выглядел так, как интеграл по замкнутой кривой гамма от H ПДКу. И П был импульс, Ку была координата. Значит, в новых переменных, вот в этих переменных действия угол, мы можем написать тот же интеграл, как интеграл по замкнутой кривой от И ДФИ. А мы сказали, что И у нас не меняется, если уж мы нашли такую замену переменных. Значит, мы можем И переменную действия вынести. Здесь интеграл по замкнутой кривой от ДФИ. Ну и мы знаем, что по ФИ изменение у нас 2П периодическое. Значит, от ФИ до ФИ плюс 2П, а тут И вынесен, остается только ДФИ. И это получается 2П на И. Отсюда следует, что для самой переменной действия для переменной И справедливо такая формула. Вот по ней собственно это переменное действие и находится в каждой конкретной задаче. Интеграл от 1 на 2П интеграл по замкнутой кривой от П ДК П ДК Вот формула для нахождения переменной И. Именно так мы ее будем искать в каждой задаче. конечно ну нужно вот это вот кривая гамма от H тут нужно аккуратно смотреть. Нужно определиться сперва с диапазоном в котором меняется H, а потом выбрав эту кривую аккуратно подсчитать вот это выражение. собственно откуда берется P откуда берется P у нас есть функция Гамильтона так она постоянно равна вот соответственно H и с учетом вот этого условия мы можем найти P как функцию Q и H маленького. Ну отсюда подставляю дальше и производя интегрирование находим переменную действие в зависимости тоже от Q маленького и H. В прошлый раз мы говорили что в результате в результате вот мы ищем каноническую замену с помощью производящей функции и новая функция Гамильтона она поскольку замена унивалентная и не зависит от времени она автономная значит старая функция Гамильтона и новая функция Гамильтона они одинаковы и H будет функцией действий в новых переменных так вот тогда тогда dh с волной на кривой гамма от H мы можем написать как как dh по dI dI и требуем чтобы это было отлично от нуля ну а если dH по dI отлично от нуля тогда мы можем утверждать что и dI по dH тоже отлично от нуля и тогда определять вот это из вот этой формулы находить функцию I как функцию гладкую функцию постоянной постоянной H соответственно и наоборот если известно вот это то при условии что dH по dI не равно нулю или dI по dH не равно нулю мы можем говорить что H есть H от I оба варианта возможны пусть теперь назовем W функцию производящая функция искомой канонической замены для нее для нее в прошлый раз были записаны с помощью нее были записаны такие формулы P равно D W по D Q и F равно D W по DI в прошлый раз мы писали Q большое есть W по D P с волной это выглядело вот так то есть как бы новая новая координата равнялась частной производной производящей функции по новому импульсу но в данной ситуации когда мы уже выбрали обозначения I и FI для новых переменных я соответствующую соответствующие формулы ну в соответствии с новыми обозначениями H от P Q равно H с волной от I равно H маленькая от I вот так само само уравнение Гамильтона Якоби для этой функции для функции W устроено как значит в силу того что мы предполагаем что у нас замена автономная от времени не зависит и функция предполагается не зависящей от времени то уравнение Гамильтона Якоби для определения функции W от Q и имеет имеет вид оно записывается так H от Q а здесь DW по DQ равно H маленькое специально пишу прямую производную почему потому что здесь уже мы учитываем что у нас скалярный случай функции ну конечно она зависит от переменной I но поскольку мы предполагаем что в новых переменных функция действия сохраняется то можно считать что I рассматривать его как параметр тогда уравнение Гамильтона Якоби выглядит вот так нужно найти его полный интеграл функцию зависящую от произвольной постоянной которой собственно и является переменной действия конечно значит для W от Q и должно должно выполняться условие DW по DQ по DI отлично от нуля здесь опять-таки речь уже не идет о определителе просто потому что у нас скалярный случай случай системы всего лишь с одной степенью свободы мы написали вот такой вот интеграл значит ну давайте давайте попробуем показать что функция D вот эта функция W которую мы ищем она тоже будет 2P периодично по FI собственно как это доказать здесь нету зависимости как бы но мы можем обосновать соответствующую периодичность используя вот этот интеграл по замкнутой кривой давайте аккуратно произведем соответствующие выкладки рассмотрим вот этот интеграл по замкнутой кривой параметризованной параметром S который мы раньше ввели значит что получается интеграл по замкнутой кривой гамма от H от D FI равно интегралу по замкнутой кривой гамма от H D FI а FI у нас зависит от Q от S и и теперь с учетом выбранной параметризации мы можем переписать этот интеграл как интеграл от 0 до 1 D FI по давайте напишем так а ну пускай ладно D FI по D S D S вот так так теперь с учетом определения с учетом формул для для P которые есть D W по D Q и FI которые есть D W по D I так мы можем написать переписать этот интеграл в таком виде интеграл D 2 W по D S по D I D S равно да по кривой гамма оттаж конечно все здесь мы уже перепишем все это вот в таком виде интеграл от 0 до 1 теперь вот эту вторую производную перепишем в виде D по D I от D W по D S D S ну и коль скоро и фиксирован то можно переписать это вот в таком виде вынести D по D I за знак интеграла здесь интеграл от 0 до 1 D W по D S D S ну и переписать так все это дело у нас нет в W зависимости от S но есть зависимость от Q поэтому D по D I интеграл от 0 до 1 DW по D Q D Q по D S D S ну или производя упрощение D по D I интеграл от мы снова возвращаемся к замкнутой кривой гамма от H DW по D Q D Q ну откуда следует D по D I 2P I или 2P мы стартовали с интеграла по замкнутой кривой от D F и получили что этот интеграл равен 2P таким образом можно сказать что сама функция W есть 2P периодическая функция при обходе кривой F изменяется на 2P то есть сама W есть 2P периодическая функция угловой переменной ну так вот собственно теперь как можно находить переменную F как можно ее искать угловую переменную можно искать как DW W от Q и по D и или интеграл Q0 до Q значит поскольку пределы интегрирования вот этот вот Q0 он в принципе может зависеть от I это возможно а если так то как вы помните при взятии при взятии при дифференцировании интеграла там дифференцирование по верхнему по нижнему пределу поэтому можно написать вот что dp dh 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 по di dq так минус p0 от h даже даже не так вот так напишем dq0 под di так где вот этот вот предел ну надо подбирать так чтобы там ну например в начальный момент фи равнялось нулю он выбирается уже из специфики задачи значит давайте это напишем я буду обращать на это внимание при в каждой конкретной задаче при переходе так сказать конкретным задачам сейчас мы уже скоро к ним перейдем так вот q0 от i выбирается с учетом специфики задачи ну и вот с помощью этих формул находятся переменные действия угол давайте давайте в двух словах напишем алгоритм нахождения переменных действия угол который можно использовать для их нахождения значит так первое используя зависимость h равно h с учетом условия dh не равно нулю найти диапазон интервал изменения h1 меньше h меньше h2 для при котором которым фазовые кривые замкнуты значит с учетом вот этого найти здесь же найти зависимость p равно p от h и q далее давайте формулу как-нибудь обозначим пусть она будет звездочка второе используя звездочку найдем найти зависимость и равное и от h теперь обратив ее найти зависимость новой функции Гамильтона от переменной действия давайте без кавычек просто просто так от переменной действия третье учитывая что и равно и от h h равно h от p и q подставляя h в i от h найти зависимость переменной действия от старых переменных четвертое последнее из специфики задачи задачи выбрав q0 равной q0 от i найти переменную угол переменную фи угол используя формулу используя формулу ну вот ту которую которая была написана выше а именно фи от q и равную dh по d и интеграл от q0 от i до q dp по dh dq минус p0 от i d по 0 от i по d i вот эту формулу значит здесь не хватает еще пятого так но я уж не буду тут расписывать подробно вот смотрите у нас и здесь функция h и но вот этом этапе на этапе 3 мы нашли и как пэйку вот сюда всюду здесь и здесь мы должны подставить как и как функцию от пэйку чтобы до конца довести замену и получить значит ну давайте все-таки напишем пятое подставляя и равное и от пэйку в формулу две звездочки получим фи 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 от пэйку вот сценарий нахождения переменных действий угол значит еще буквально пару слов мы находим в результате переменные и от пэйку и фи от пэйку это отнюдь не означает что формулы вот эти новые координаты через старые являются оптимальными они могут получиться кривыми до невозможности и получив их вдруг понимаешь что легче было искать старые через новые там более красивые формулы получились бы ну это уж все практикой определяется и теперь рассмотрим один пример скажу сразу примеров будет много он будет не один почему потому что я так решил Александр Ленович говорил что надо бы рассказать вам про введение переменных действий угол в случае гармонического осциллятора я об этом конечно расскажу но мое глубокое убеждение состоит в том что если рассказать про переменные действия угол в случае гармонического осциллятора возникает такое вредное ощущение у людей что вот мы можем для любой гамильтоновой системы хотя бы с одной степенью свободы написать раз навсегда справедливые формулы перехода от старых переменных к новым или наоборот от новых к старым и они будут всегда верны на всем пространстве П и Ку и все будет хорошо это ощущение возникает просто от того что вот этот диапазон от H1 до H2 в задаче об осцилляторе он он уж очень такой хороший назовем это так там одна граница 0 H1 а вторая бесконечность плюс бесконечность ни в одной другой задаче так не бывает по одной простой причине вы могли видеть уже на фазовых портретах что в фазовом пространстве системы у большинства систем имеются такие кривульки которые называются сепаратрисы которые это фазовое пространство разбивают и вот если они фазовом пространстве есть то построение переменных действия угол упирается именно в них то есть что имеется ввиду для каждой области фазового пространства вот для каждой области на которую сепаратрисы все фазовое пространство разбивают для каждой области алгоритм построения уже в частном виде алгоритм построения переменных действий угол свой и как они будут переходить как все это будет склеиваться при переходе через сепаратрису это отдельный разговор и мы я думаю следующую лекцию посвятим как раз построению переменных действий угол для такой хорошей гамильтоновой системы называется математический маятник вот кажется что может быть более избитым однако для математического маятника это очень очень нетривиальная задача как построить переменные действия угол я не говорю уже про более содержательные задачи типа волчка эйлера или задачи кеплера или волчка лаграджа и так далее для них это вообще отдельный разговор специально для этого разговора вам как я понимаю Александра Александровна Зубова давала лекцию о эллиптических интегралах эллиптических функциях было это ну вот 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 это было все не зря не зря так так жаль все это стирать вот эти все пункты но придется видимо их стереть итак что такое гармонический осциллятор давайте вспоминать гармонический осциллятор это вообще-то материальная точка массы м которая движется по прямой и которая к некоторой начальной точке прикручена пружиной жесткости к начальная точка выбирается из того условия что в начальный момент времени пружина вот эта не растянута ну дальше она начинает растягиваться кинетическая энергия точечки массы м записывается как м пополам х с точкой в квадрате напишем q кусточки в квадрате это кинетическая энергия потенциальная энергия силы тяжести нету движение по прямой потенциал растянутой пружины устроен как k пополам q квадрат в соответствии с законом гука в соответствии с законом гука что теперь теперь нам нужно вот по этим данным получить функцию лагранжа ну как мы ее получаем пишем t минус v ну что вот они q с точкой в квадрате минус k пополам q квадрат вот функция лагранжа что теперь ну теперь надо преобразование лежандра осуществить от функции лагранжа перейти к функции гамильтона подробно расписывать не буду сразу напишу усмотрим сюда обращаем коэффициент при скорости пишем p квадрат на 2 м так здесь одна вторая остается вот она одна вторая а коэффициент при скорости в квадрате должен из числителя перейти в знаменатель мы должны обратить соответствующую матрицу она в данном случае состоит из одного элемента ну хоть из одного но обращать то надо я сказал матрицу ну да вот матрица из одного элемента что же делать обратили потенциальную энергию пишем меняя знак пишем вот она функция гамильтона что теперь теперь давайте мы эту функцию гамильтона немножко перепишем в принципе надо было уже это делать вот на этапе функции лагранжа вот я что-то не учел это надо было бы произвести калибровку перейти от функции лагранжа л к функции л с волной как вы помните при калибровке одно из действий допустимых при калибровке с учетом того как устроены уравнения лагранжа это мы можем функцию лагранжа умножать или делить на любую константу вот в данном случае можно было бы калибровать ее хорошо разделив все вот это на м ну и давайте напишем функция л с волной будет выглядеть так одна вторая кусточкой в квадрате минус омега квадрат на 2 q квадрат где омега квадрат это k на m взяли и на m функцию поделили тогда функции Гамильтона устроена вот так вот тут омега квадрат вот какая функция Гамильтона у нас наблюдается вот такая конечно совершенно бесспорно что имеет место интеграл энергии давайте я вот эти пункты буду все-таки стирать потому что мне нужно место но вместе с тем хотелось бы хотя бы вот первый пункт чтобы сейчас был четко разобран чтобы вы понимали о чем вообще что к чему а то ну опыт показывает что переменные действия угол в силу своей абстрактности вещь такая что практически никто не может понять что это такое вот вот имеет место такая особенность так вот теперь вот функция Гамильтона с которой мы будем иметь дело п квадрат пополам плюс омега квадрат ку квадрат пополам значит имеет место закон сохранения энергии вот он устроен вот так фактически с чем мы тут сейчас имеем дело как устроены фазовые кривые на плоскости а устроены они так вот эту штуку я могу переписать так и я перепишу где p где a равно корень из 2h где b равно почему там да я посмотрю да вот так таким образом фазовые кривые на этой плоскости это эллипсы с полуосями a и b ой наоборот значит здесь q прошу прощения господа здесь p значит q по горизонтали тогда q это а а у p это b и тогда вот тут а а вот тут b вот как должно быть тут b квад вот что мы видим значит значит всюду замкнутые траектории всюду эллипсы при каком условии при условии что h больше нуля собственно вот условия dh на кривой гамма отлично от нуля так как его записать применительно вот к этой функции гамильтона давайте напишем у нас получается p dp плюс омега квадрат q dq должно быть отлично от нуля то есть применительно считаем что дифференциалы не равны нулю значит исключаем из рассмотрения вернее так исключаем из рассмотрения множество где одновременно вот вот такое множество исключаем из рассмотрения в остальном все рассматриваем значит применительно к нашей системе вот этот диапазон вот этот интервал изменения переменной h соответствует h1 равно нулю h2 равно плюс бесконечности то есть мы переменные действия угол рассматриваем на интервале значение энергии этот интервал можно записать так h больше нуля или h ну вот как я писал h2 h1 больше нуля меньше плюс бесконечности все на всем этом интервале фазовые кривые кривые в пространстве p и q все замкнуты на них на этом интервале можно строить переменные действия значит как строить дальше что вот тут написано по алгоритму а написано вот что найти зависимость p от h и q получаем p равно плюс-минус корень 2h минус омега квадрат q квадрат вот что получается умножили на 2 и извлекли корень функция гамильтона вот она ну вот как несложно видеть вот оно так и есть что отсюда следует отсюда следует что q тоже меняется в определенных пределах в каких пределах меняется q q принадлежит в такой ситуации ну что написать подробно давайте напишем от q1 до q2 потому что дальше это будет фигурировать которое равно минус так спокойно корень 2h на омега квадрат корень 2h на омега квадрат вот диапазон изменения переменной q значит q1 минус 2h на омега квадрат q2 2h на омега квадрат выберем ориентацию фазовой кривой значит выберем ориентацию на кривой гамма-оттаж так 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 чтобы ее обход происходил по часовой стрелке по часовой стрелке тогда сверху обходим от q1 до q2 сверху это при p больше либо равных нулю снизу обходим наоборот от q2 до q1 значит опять таки сверху у нас p берется со знаком плюс мы идем при положительных p снизу у нас p берется со знаком минус ну напишем что уж там вот теперь сейчас наберитесь терпения после моих размахиваний руками и каких-то таких не относящихся к выкладкам разглагольствований наконец-то наступают длинные выкладки ну вот давайте напишем все в соответствии с формулой которую я сохранял и не стирал и которая называется звездочка и так и равно интеграл единица на 2п интеграл по замкнутой кривой гамма-оттаж p dq равно единица на 2п квадратная скобочка и так мы идем по замкнутой кривой от q1 до q2 так сверху это p сверху p больше нуля вот здесь так поэтому у нас получается такой интеграл интеграл от минус корень 2h на омега квадрат до корень из 2h на омега квадрат а под корнем корень под интегралом извините минус 2h минус омега квадрат q квадрат деку это это только половина это только половина это мы прошли вот отсюда вот досюда описали этот проход вот этим интегралом он идет со знаком плюс потому что p больше нуля к этому необходимо добавить интеграл в точности обратной мы пойдем от 2h на омега квадрат до минус 2h на омега квадрат от чего от того же самого от такого же подинтегрального выражения только взятого со знаком минус вот этот минус он вот тут проход при p меньше нуля идет от q2 до q1 пределы интегрирования противоположные 2h минус омега квадрат q квадрат dq скобка закрывается вот что получается для осциллятора теперь интегралы одинаковые поэтому перевернем здесь пределы здесь поставим знак плюс здесь значит интегралы удвоится будет двойка и эта двойка сократится с тем что вот тут вот торчит единица на 2пи поэтому будет так единица на пи интеграл от минус 2h на омега квадрат до 2h на омега квадрат ну вот от этого выражения вот как выглядит в данном случае переменное действие ну а теперь нам необходимо эту переменную в явном виде найти то есть интеграл посчитать ну здесь я думаю вы лучше меня умеете считать определенные интегралы я уже старый забыл как их считать а вы пока еще можете ну как тут считать замену конечно делать какую замену вот такую вот такую вот такую тогда тихо 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 тогда у принадлежит вот минус пина 2 до пина 2 мы должны изменить пределы интегрирования делаем вот эту замену и написать единица на пи интеграл от минус пина 2 до пина 2 корень 2х минус 1 1 2 минус синус квадрат у корень 2h омега квадрат косинус у ДУ. Равно. Ну вот, что получается. 2HP омега квадрат. Извините. Омега просто, конечно. Вынесли корень. Здесь 2H, здесь 2H. Поэтому 2H пошло в первой степени. Омега под корнем вышла и тоже стала в первой степени. А под корнем интеграл минус П на 2 до П на 2 косинус квадрат УДУ. Равно. Вот тут двоечка. Я ее сотру, а вы перепишите. Я ее вот сюда напишу. Получается HP омега. Интеграл минус П на 2 до П на 2. 1 плюс косинус 2УДУ. Вот что получается. Ну и это равно... Если аккуратно расписать все тут, то получается... Ну что, подробно писать или не надо? Просто тут будет У плюс синус 2У деленное на 2. Интеграл от минус П на 2 до П на 2. Та часть, которая касается синуса, она пропадет. А та часть, которая касается непосредственно У, будет от минус П на 2 до П на 2. В сумме это даст Пи, которая сократится вот с этим Пи. И даст это H на омега. Ну вот. Ну вот. Таким образом, у нас получилось И равно H на омега. Вот что получилось. Это выражение промежуточное. Почему? Потому что оно, как видите, мы нашли И от H. Нам нужно найти H от И. Но из этого выражения, так, очень удобно получить зависимость переменной действия от переменных Пи. Отсюда следует И равно П квадрат на 2 омега плюс омега пополам Ку квадрат. Потому что H было равно, где я это писал. Ну давайте вот тут напишем. Было так, П квадрат на 2 плюс омега квадрат Ку квадрат на 2. И H на омега, это в точности вот такая штука. Кроме того, здесь сразу, вот из этого выражения, следует зависимость новой функции Гамильтона от переменных действий. Она просто равна омега И. Это следует из того, что H маленькая равно омега И. Вот что получается. Сюда же добавляем. Теперь. Ну а вот теперь наша задача найти переменную угловую. Мы ищем ее в соответствии вот с этим веселым, вот с этим веселым, вот с этой веселой формулой. Вот такой. Вот такой. Что получается? Значит, ну давайте писать. Мы нашли переменную И. Сюда же добавим. Вот это результат счета по формуле звездочка. По формуле единица на 2Пи, интеграл по замкнутой кривой. П, Д, Ку. Вот он. Мы его сохраним. Просто чтобы, чтобы было, ну, чтобы это было в памяти. Точно так же мы сохраним вот это. Зависимость И от П маленькая, Ку маленькая. Это одна из формул перехода выражения новой переменной, переменной действия через старый, через П и Ку. Так, едем дальше. Значит, у нас П равно корень 2H минус омега квадрат, Ку квадрат, а тут плюс-минус. То есть, 2 омега И минус омега квадрат, Ку квадрат. Вот это, вот это, есть в точности П от И и Ку, которая фигурирует вот здесь, в частности вот здесь. Значит, что получается? Что получается? Ну, во-первых, сюда же допишем. Значит, так. Значит, так. П от H, вот такая штука. Тогда пытаюсь применить вот эту формулу. Мне нужно найти. Первое. ДППДХ. Второе. ДНПДИ. Да, выбрать Ку 0 от И, произвести интегрирование, вот здесь дифференцирование произвести. Только после этого будет найдена угловая переменная Фи. Вот это я сейчас и буду не спеша делать. А именно, ДППДХ равно единица, извините, плюс-минус корень, а под корнем 2 омега И минус омега квадрат, Ку квадрат. То есть, 2H, но я его сразу меняю на омега И. Вот результат. Теперь, ДНПДИ. Ну, это уж совсем легко. ДНПДИ чему равно? Омега. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Омега. Ну, вот. Ну, и теперь выберем. Выберем Ку 0 от И по формуле Ку 1, которая есть минус корень 2H на омега квадрат. То есть, минус корень 2I на омега. Тогда П0 от И это 0. Ну, и тогда интеграл, который необходимо найти, выглядит так. Фи равно фи равно омега, это ДНПДИ. Интеграл. минус корень 2I на омега. Вверху Ку. Ну, и вот эта вот штука. О, извините. ДКу на корень 2 омега и минус омега квадрат Ку квадрат. Вот что получается. Значит, за счет того, что у нас вот тут вот такой предел интегрирования, как видите, возможно, обращение в ноль этой штуки. Получается так. Итак, если проинтегрировать, если проинтегрировать, то отсюда следует фи равно. Арксинус пишу большой, потому что в смысле главного значения. корень омега на 2I Ку плюс Пи на 2. Это за счет вот этого предела равно арксинус минус корень омега на 2I Ку. Вот что получается. Окончательно. И равно P квадрат на 2 омега плюс омега пополам Ку квадрат. Так. И фи. Фи равно арксинус минус корень омега на 2I Ку плюс 2ПН. Так получается, если бы P больше либо равно 0. И вот так. Если бы P меньше. Вы думаете, это все? Ни разу нет. Ведь нам нужно получить зависимость и от P и Q, и фи от P и Q. То есть, вообще-то, теперь, чтобы до конца написать зависимость переменных новых через старые, я вот сюда вместо И должен вот эту штуку подставить. Вот только тогда все будет написано до конца. Ну, как вы понимаете, это очень невесело. Но, тем не менее, возможно. Тем не менее, возможно. Значит, давайте это напишем. Напишем сюда зависимость новых переменных через старые. Вот она вот такая. Ничего лучше не придумаешь. Но, но здесь как раз тот случай, когда неудобно писать новые через старые. Гораздо удобнее писать старые через новые. Смотрите. Вот из этой формулы с учетом того, что с учетом того, что косинус функции четная, мы можем запросто написать Q равно минус корень 2i на омега косинус фи. Ну, а теперь тихо, тихо, тихо. Ну, а теперь P равно подставляем сюда, получаем плюс-минус корень 2 омега и синус квадрат фи. Ну, и видим, что если вот это расписать аккуратно, так, можно заметить, что P имеет тот же знак, что и синус фи. к тому, вот здесь нам нужно выбирать знак. Значит, P равно корень 2 омега и синус фи. вот что получается. Очень-очень такие приятные формулы выражения старых переменных через новые. Вот они вот такие. вот они вот такие. Как видите, здесь мы имеем тот случай, когда старые переменные через новые выражаются, ну, прям-таки очень-очень простыми формулами. В новых переменных новая функция Гавильтона H с волной есть просто омега и давайте это сюда напишем. Очень удобно. Очень удобно. Но повторюсь, здесь основная проблема в том, что очень простой диапазон изменения H от нуля до плюс бесконечности и очень простые очень простая сама по себе система. Не надо думать, что для какой-то другой системы, которая будет рассмотрена на следующей лекции и которая является математическим маятником, что для нее тоже найдутся вот такие простые формулы на все случаи жизни. Нет, там будет все сложнее. Фух, все на сегодня. Продолжение следует...